Всем привет! Продолжаем знакомиться с их легендами. Гектор, троянский престолонаследник в древнегреческой мифологии, один из отважных бойцов Троянской войны. Он выступал предводителем троянцев и их союзников в битвах, сразив 31 тысячу греческих воин. Гектор был первенцем царя Троя Приамов от его жены Гекубы. У него было 49 братьев и сестер. Однако среди сыновей Приама именно он плавил со своей силой и храбростью. Муж Андромахи, дочери фиванского царя Теона. В Браке родился сын Астианак. Был огромного роста, согласно легендам носил волосы длинные сзади и короткие спереди. Троянский народ называл его щитом своего города. И почитал как бога. Гектор был не только самым могучим и отважным троянским воином. Он отличался также красотой и благородством духа. Надо сказать, что герой Ахил превосходил его только как воина. Когда Агамемнон привел под стены трое 100 тысяч греков, распоряжение Гектора было 50 тысяч. Причем большинство составляли союзники троянцев, сражавшиеся лишь ради добычи денег. Войско самих троянцев, защищавших родной город, насчитывало всего 10 тысяч. Тем не менее, под предводительством Гектора, они 9 лет успешно сопротивлялись Ахеицам. Во время вылазок Гектор всегда сражался в первых рядах копьевым мечом, своим примером увлекая за собой все троянское войство. Даже враги признавали величие его подвига. Во время атаки на греческий лагерь, он смог прорваться со своими товарищами в архейский лагерь и поджечь несколько кораблей, убив во время вылазки в поединке друга Ахилла Патрокла, что вызвало неизбежное единоборство с Ахиллом. По имени Гомера Ахилл смог убить Гектора только потому, что богиня Афина, которая покровительствовала Ахиллу, вовремя подала ему свою копью, когда Гектор оставался только с мечом. Ахилл привязал тело Гектора к колеснице и долго ездил, издеваясь над поверженным врагом. Затем он продал тело Гектора прямо за зул, равное весу тела Гектора. Гектор был очень почитаемым героем в Древней Греции, что доказывает факт наличия его изображения на старинных вазах и в античной пластике. Обычно на них изображали сцены прощания Гектора с его женой Андромаха, битву с Ахиллом и многие другие эпизоды. Его кости были по вещанию Оракула, перенесены из Элеона в Фивы. Там его могила у источника Эдиподия. Роща Гектора находилась в Афрении, другую могилу показывали у Трои. Вот так вкратце о Гекторе, Троянском престолонаследнике, древнегреческой мифологии, одним из отважных бойцов Троянской войны, который погиб от рук Ахилла. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова